Первый день после каникул народные избранники вернулись к работе после летнего отдыха. Пленарные заседания начнутся завтра, а сегодня определялись, какие вопросы рассматривать в первую очередь. С чего стартует новый политический сезон в нашем следующем сюжете. Пленарная осень должна пройти под знаком реформ. Такой установкой спикер открыл согласительный совет парламента. Уже завтра народные депутаты должны будут рассмотреть реформу образования. Этот вопрос стоит одним из первых в повестке дня. Документ масштабный, к нему поступило более тысячи поправок. В коалиции пообещали поддержать документ. Эта реформа – остаточный взрыв с радянской системой освятий, которая была спрямована на пригнишение личности детей и зубрение мертвого багажа знаний. Реформа Гриневич утверждает нацию вольных, освященных, адаптованных до нового часа граждан. Зупинка или повильнение реформа – не меньшая загроза, чем військовая агрессия. Ни одна фракция, ни один народный депутат не имеет права перебывать в оппозиции до Украины. Потому что мы имеем большую ответственность перед украинским народом. Кроме образовательной, на текущей сессии депутаты будут рассматривать пенсионную, судебную, медицинскую реформы и изменения в работе Верховной Рады. Спикер говорит, работы будет много, поскольку к законопроектам поступило огромное количество поправок. Почти 900 к медицинской реформе, 2100 к пенсионной и 5000 поправок к судебной. Каждую запропонованную реформу парламент должен рассматривать за полной процедурой, рассматривая все правки и, соответственно, принимая решения. Я думаю, что в ближайшие 2-3 недели мы должны пройти каждую из этих запропонованных реформ и принять по них решение. Еще одна задача на текущую сессию – кадровые вопросы. Избрание главы счетной палаты, назначение омбудсмена и голосование за новый состав Центральной избирательной комиссии. Вместе с тем главы фракции призвали не забывать об обороне страны. Поддержка армии должна быть на уровне 5% от ВВП. А также сделали акцент на пересмотре социальных стандартов. Мы наполягаем на том, что нужно дальше подвищать минимальную зарплату. С 1 жовтня есть соответствующий законопроект. Мы предлагаем обстановить минимальную зарплату на уровне 5 тысяч гривен на месяц. Пенсионная реформа должна преследовать одну мету – подвищение, осуществление и перерахунок пенсии, а не подвищение пенсионного века. Но рассматривать на этой неделе пенсионную реформу депутаты не будут. Зато в четверг возьмутся за изменения в судопроизводстве. Юлия Шкваренко, Эдуард Ганишевский. Специально для телеканала «Донбасс».